Здравствуйте, Игнатий Питанович. Добрый день. Я сегодня получила ваше сообщение, посмотрела еще раз. И хочу попросить вашего благословения, чтобы вы благословили, чтобы приехать к вам. Я сегодня сходила в Сбербанск, узнала насчет кредита, мне, значит, завтра уже как бы я могу получить кредит, и насчет билетов зашла, узнала. То есть билеты есть на 9 число, и билеты есть на 16 число. Получается, что один раз в неделю до Барнаула почему-то идет поезд через нас, через Новосибирск. Но там есть остановка до Корчино. До Корчино? До Корчино, да. То есть мы там сходим, и там, в принципе, недалеко же 20 километров и давать. Ну, нам, конечно, это неудобно, когда далеко встречать 20 километров. Мне кого-то придется нанимать, посылать машину, выискивать. Но если по-другому нельзя, значит, так. Так, а если от Барнаула, если до Барнаула доедем, то там есть автобус? Нет, не автобус, а идет поезд. Поезд, кажется, 613 останавливается на станции Подстепная. Под Степь, вот, Подстепная. Так. Между Корчино и Ребрихой. Так. Вот запишите себе. Я записала. Между Корчино и Ребрихой. Но он останавливается ночью, но нам тут рядом. Рядом тут, 3 километра всего. А, хорошо. Хорошо, ладно. И тут может встретить, ну, любой брат ночью встать. А так это ехать далеко. В окружную бывает и по непогоде. Тут еще размытое там. Вот нам лучше так. Хорошо, ладно. Я уточню завтра еще. Если вы приедете сюда 9-го, а мы едем 10-го, мы вас и заберем с собой. Хорошо, хорошо, ладно. А еще вы под какой фамилией зашли сейчас? Сергеева. Сергеева. Так и есть? Ага. Ну, ладно. Ну, что, договоримся тогда, давайте так, что вы 9-го приезжаете. Да, ну, я вам, я, то есть, так сказать, вот на сегодня были билеты, вот она посмотрела. Это мне надо будет ехать на озерку, чтобы покупать билеты, поэтому я как бы так вот и позволила, а у вас не было, думаю, да, я съезжу за билетами, узнаю. То есть билеты есть на 9-е и на 16-е число, один раз в неделю. Я думаю, обратно не брать. Тут решится на месте, сколько вы будете. Да, 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 обратно не берем, потому что... Не надо брать. Не получится у нас обратно, ага. И это самое, я вам сброшу просто смс, чтобы не беспокоить вас, а просто напишу смс, что билеты взрываю, выезжаю от такого-то числа, и все, чтобы вас не беспокоить. Так вы вроде писали уже, что и назначили какой вагон, там, все. Нет, 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 я вам ничего не писала. Вы не писали? Нет, вообще ничего, я вот вам только звоню. Как же так, это у меня, значит, неправильно тогда. Ах, тоже, сейчас я посмотрю, минуточку. Ну да, нет, нет, я ничего не писала. Не писали, не писали, да? Нет, нет, нет. Вот, Москва. По московскому времени 9 июня в 9.37 вагон 3. Нет, это не мы. А вы из какого города трогаетесь? А мы трогаемся из города Заодерного. То есть, мы вот сейчас от нашего города Зеленогорска доезжаем до города Зеленогорска, до Зерного. А до Зерного мы едем до Новосибирска. От Новосибирска уже до Барнаула. Да. Так, а у вас ближайший, какой самый большой город? Красноярск. Красноярск. Ну, а это где-то рядом с Красноярском, Собакана, видимо. А, ну, может быть, может быть. Вот я подумал, это у вас. Ну, вот надо как-то, чтобы сбиться сюда, что утром 10-го мы отсюда выезжаем. У меня уже машина нанята, как маленький, как автобус, Газель. Да, да, да. И запасная, еще одна машина пойдет, тут приезжает одна сестра Милосердия поработать. Так, так. Вот так. Вы одного берете с собой? А тут лежит двое. Одного, одного. Это просто у нас в гостях мальчик пришел. А откуда он? А вон здесь рядом с соседнего дома, Ванечка. А то бы вы их обоих и брали сюда. Обоих сюда и брали? Конечно. Не знаю, но я переговорю. А сколько его? Какой возраст? Текущий 4 годика. А это маленький. Да. Надо все время присматривать. Да, да. У нас 7 лет уже самостоятельно. Ну, ладно. Смотрите сами. Может, такого возраста еще, как ваш, попадется кто-то там. Ну, поговорите. Хорошо, хорошо, ладно. В общем, я сегодня разговаривала с супругом. Так. Объяснил всю ситуацию, все рассказала в подробности. Он, кстати, как мальчик, я вас очень прошу. Идите, пожалуйста, в секунду, заиграйте. Сумучка. Сумучка. Сумучка, иди ты. Ну, все так вольно. Сумучка. И, значит, он сказал, что он согласен. Он как бы, да, и с руками, и с ногами, что он говорит, что я как бы за православный лагерь. Там и дисциплина, и все. Конечно. Он напишет мне расписку, я привезу. Пускай он расписку привезет. Да, 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 обязательно. Это для вас нужно будет. Если что-то будет, какая-то проверка, вы легко покажете. Это необходимо просто. Да, да, да. Да, да. Ну, а справочки, смотри, что я рассказываю. Мне хорошие автомобили. Автомат. Автомат. Ну, все. Ну, гибриди. Нет, ничего лишнего не брать. Никаких игрушек не брать, запомните. Нет, нет, мы ничего не берем. Потому что у нас тут хватает время занято сколько, а это потеряется, сломается, и тут нам лишнее не надо. Да, да, да. Если вы что-то надумаете там у вас, что только по благословению. Да, да, да. У ребенка не должно быть ни телефона, никаких часов, ничего нету. Ничего нету у нас, слава богу. Потому что у нас было неприятность, и мы добавили в правило такое. Но остальное вы знаете. Да, остальное все знаю, слава богу, что написали. Тогда вы не жили на смс, я вам телефоны-то свои дал. Да, да, у меня все телефоны есть, абсолютно. Так, и вы там напишите, чтобы быть на белых. А то мало того, если у вас еще возможность будет выйти по интернету, внизу напишите по скайпу, и все. Хорошо, хорошо, я напишу, и номер телефона сброшу, и все, все сброшу, все данные свои сброшу. Да, да, хорошо, Игнать Ильич, не буду я вас как бы отрывать от дела. Спасибо, Господи, вас за все. Да ничего. Да, да, да. Ну так, у нас тут все, работа идет. Теперь у меня задача достать продуктов, или покупать, или как придется. Мы печь-то будем сами. Вы будете учиться печь хлеб, если не знаете, это русская печь, чтобы Володю меня освободить. Хорошо, хорошо. Володя, мне нужен будет. Я занимаюсь сразу прудами, дорогой, у меня другая работа. Но я держу все на контроле. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы посмотрим, где вам будет удобнее здесь. Мы подготовим сейчас на посещение, у нас сразу будет заниматься 4, а потом 5 домиков. Хорошо, хорошо, все понятно. Самое большое, где тут приходить будете, тут строгая дисциплина. Но все проверено для сохранения жизни, чтобы не было повреждения. И вы сразу на это настройтесь. Ну, я так думаю, что настроились уже. Ну, вы знаете, недалеко от Красноярска город Канск. Да, да, да. Вот оттуда как раз вот эта мать и была Анна с ребятишками. Я созванивалась с ней, мы с ней разговаривали, наверное, минут 7. Она говорит, вот надо было встретиться, как бы и поговорить, пообщаться. Но вот у меня сейчас как бы нет времени. Я если данные, как бы свои сбросила, адрес, все, я говорю, если вы хотите приехать ко мне, я вам закажу пропуск, у нас город закрытый. Я говорю, я вам закажу пропуск, и вы приедете с малышами, со своими. На любое время, в любое время, как бы я как бы встретилась. Она говорит, сейчас пока некогда. И вот мы, ну, то есть я сейчас пока некогда со мной общаться. Я так думаю, что мы, как бы, найдем общие контакты, я думаю, что пообщаемся еще с ней. Хорошо, тогда вы совершенно самостоятельно едете. Да. Так рассчитать надо, чтобы нигде вам не задержаться, чтобы 9-го были здесь. Иначе там дальше надо ночью встречать. А так мы прямо сядем здесь в машину и подъедем к дому. Два с половиной часа, и мы на месте. Все хорошо. Два с половиной, три часа. Все хорошо, ладно. Спасибо, Господи Вас, за что я и предварительно вам с Богом. Хорошо.